Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Мы пришли в музей хоккейной славы, так называемый зал хоккейной славы Вы знаете, что хоккей это национальный вид спорта в Канаде Как говорят сами канадцы, хоккей для нас это все Сейчас вы посмотрите, что такое любить хоккей Хоккей и на траве, и на льду был придуман в Канаде Сначала в хоккей играли зимой на замерзших озерах и прудах А сейчас этот вид спорта привлекает внимание канадцев, как никакой другой У меня появились конкуренты, видите? Мы приехали в Канаду, нас снимает канадское телевидение Сэйньюс! В 1997 году канадский монетный двор выпустил серебряный доллар Посвященный 25-летию серии игр Канады против СССР Канады против СССР Продолжение следует... Продолжение следует... Новые члены Зала Славы могут быть выбраны по определенным трем категориям. Игроки, значимые персоны и судьи. Знаменитая серия игр 1972 года с СССР против Канады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большой зал, который можно описать как храм икон хоккея. Здесь расположены портреты и биографии всех членов Зала Славы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый европейский хоккеист представлен в Зале Хоккейной Славы в Торонто. Владислав Третьяк. Лучший хоккеист 20 века по версии Международной Федерации Хоккея. Трехкратный олимпийский чемпион. Десятикратный чемпион мира. Девятикратный чемпион Европы. Также в Зале Хоккейной Славы представлены Вячеслав Фетисов, Анатолий Тарасов, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трофей Кубок Стэнли, так желаемый сегодня каждым профессиональным хоккеистам мира. Кубок Стэнли окружен многочисленными легендами и преданиями, старейшей из которых является праздничное питье шампанского из Кубка победившей команды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще мы нашли сейф. Сереж, здесь хранится призовой фонд Кубка Стэнли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь написано оригинал, скажем, бюджет. Оригинал? А, вот он под стеклом. Понятно. Вот из него пьют шампанское, да? И кормят собак, и едят бомкорн. И крестят детей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оригинальный Кубок Стэнли хранится реально в стекле. Заметьте, какая толщина двери. Это точно не сгораемый сейф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 1997 году Кубок Стэнли впервые попадает в Россию. Его привозят знаменитые хоккеисты Детройта. Фетисов, Козлов и Лорионов. А все гравировки, которые были на Кубке Стэнли, со временем приходят сюда, в музей, чтобы освободить место для нового гравирования. И здесь вы как раз можете видеть леточки с надписями команд-победителей, которые когда-либо получали Кубок Стэнли. Самый заветный трофей для любого хоккеиста мира. Мы зашли в реальную раздевалку хоккейного клуба «Монреаль Канаде». Здесь всегда есть запас белого пластыря и запас черной изоленты, которую хоккеисты наматывают на свои клюшки. Пиджак тренера, когда он спотеет, чтобы всегда мог поменять. Клюшки. О, а я знаю, где вратарь. Где вратарь сидит в раздевалке? Он сидит вот здесь. Илья Ковальчук. И его подлинная форма. Здесь собраны все самые лучшие хоккеисты мира. А вот здесь знаменитые хоккеисты. Где-то там и наши. Наши родные. Я думаю, этого человека в представлении не надо. Не надо представлять. Представление не нуждается. Звезда хоккея, НХЛ. Когда военные выиграют хоккеисты Стэнли Курк, то вот им дают такие кольца. Забоеванные хоккеи в боях. Вот написано. Именно какие-то хоккеи. Здесь написано «Американская хоккейная лига». Просто команда «Филадельфа Флайерс». Как раз земляки уже практически. Здесь могут показать свои хоккеемынавыки. Вон здесь история. На такой вот шкале сделали, как развивалась канадская история хоккея. Ну и мирового в том числе, так как Канада является родиной хоккея. А вообще есть такое предположение, что родиной хоккея является Канада, а именно индейцы, живущие в ней. Вот так вот она поступала и развивалась. Потом стала любимой миллионами игра. Я думаю узнали Павла Буре, как говорят здесь русская ракетка, ракета. Неин Буре. Вот в числах птицев собственные персоны Эльб Брукс. А здесь форма всех капитанов 2013 года. То есть сезон 2013 года хоккейный. И здесь форма всех капитанов. Вот так она выглядит. И даже очень приятно есть наш Александр Овечкин. Вот это его форма. Фордевалка. Здесь комната, в которой указаны победители Стэйли Пул. То есть вся история, фотография, времена Стэнлика, времена истории. Вот начало его идет с 1912-19го года. Вот это начало от того пошло. Указано, кто выиграл в составе какой команды, именно участника. Команда 4 раза завоевывала постоянный куб. Эта команда... Я не сильно, честно скажу, разбираюсь в хоккею. То есть название команд. Наверное, кто-то лучше. Эта команда 5 раз выигрывала. Ну а здесь представлен экспонат, от чего вызывает дрожь. Действительно, очень приятно. Какая-то даже гордость за ту страну, которую мы уже не имеем. Но она остается в наших сердцах. Номер 20. Владислав Третьяк. А вот и вот эта роспись стоит. Номер 20. Форма Вячеслава Саписова. Здесь различные олимпийские формы. То есть, когда участвовали в олимпиадах, так выглядели какие формы. Формы команд мира. Так выглядят формы, хоккейные формы различных хоккейных команд мира. Немецкая, например. Есть Люксембул, Швейден, Швейден, Аустралия. Эванда, российская. Вот так выглядят российская хоккейная форма. То есть, есть вон Юсей, американская. Даже белорусская есть. Японская, ничего себе, куром на смех. Вон белорусская есть. Батька сейчас должен быть в большой гордости. Казахстан есть. Украинская есть. Даже Тулецкая есть. Слушайте, ну это... Даже Мексиканская есть. Но это вообще интересно. А здесь стенд, посвященный НХЛ против интернационалу. То есть, им против команд, ну, скорее всего, Советского Союза. То есть, вот, Валерий Харламов наш, знаменитый. Фильм «Легенда номер 17» оставляет неизгладимое впечатление. А даже Куб. Знаменитый матч 72-го года. Когда канадцы просрали 7-3. Стенд, посвященный Играм 72-го года. Огромный стенд такой сделали. Все-таки чтятаны, дубанить. Бережно. Для них, что те были герои, что те, что советские, пекисты, что канадские. Для них нету, для канадцев, что вот мы только и все. Для них история одинаковая. Так, какой их там? Это что, это самое знаменимое? Они до сих пор, еще будут столетия, пройдут, они до сих пор это пройдут. Так, как говорится. Первый? Не, он будет плохо. Данилу? Сейчас, сейчас, минуточку, подождите. Сейчас, иду, иду. Садится. Редактор субтитров. Какой эволюции? Все вы знаете, в 2011 году случилась страшная трагедия. Погибла российская команда Локомотив, хоккейная команда Локомотив. И вот здесь в том числе там играли канадские граждане, хоккеисты. Вот посвящена им такая табличка и стенд. Магильный есть. Здесь фамилии всех хоккеистов, которые внесены в зал «Слава». То есть есть Владимир Петров, Игорь Гларионов, Андрей Старовойтов. Умер, наверное, лишь словом. Владислав Третьяк. Это в каком году он, скорее всего, поставил? Алексей Касатонов. В 2009 году был. Аркадий Чернышов. Я называю русских, потому что как бы это нам ближе. Кто хочет посмотреть, я думаю, в интернете можно найти. Игорь Дмитриев. Всех русских, короче, называю. Да. Вот название. И зал «Хоккейной славы». Владимир Евжинов. Виктор Конобаленко. Константин Локтев. Вячеслав Петисов. Виктор Кузькин. Вячеслав Старшинов. Виктор Тихонов, наш знаменитый тренер. Александр Якушев. Павел Бурен. Сергей Макаров. Александр Мальцев. Валерий Васильев. И Виталий Рябцев подсказывает. Ну, пока еще его я не нашел. Запомните эти люди имена. Это наша гордость. Это гордость не только России. Это гордость Советского Союза и бывших стран Советского Союза. А ныне разбросанных как отдельные государства. Выглядит как-то смешно, но даже есть Голландия. Видать, у них есть перед тренировкой надо покурить травы, чтобы они быстрее бегали. Четче. А эта треница показывает мировой рейтинг команд. 2013 года. На первом месте стоит Швеция, потом Финляндия, потом Россия. Канада на пятом. На последнем месте, это тоже очень смешно, стоит Румыния. Вот этот Шерси Александра Баркова с матча звезд. А так он играет во Флориде, где Пантерс. И что интересно, его папа играл за Новосибирскую Сибирь. Это уголок Олимпийских игр 2010 в Ванкурбере. Это золотой гол Кросби в финале в овертайме. Вот эта шайба, которую он забил, и его перчатки с клюшкой. Вот это имена прославленных хоккеистов, которые внесены в Зал Славы Хоккея. И тут есть наши хоккеисты, такие как Владимир Петров, Игорь Ларионов, Сергей Федоров. И тут написано, в каком году их внесли в Зал Славы Хоккея. Вот Ларионова в 2008, Федорова в 2016, Валерия Каменского в 2016. Здесь есть даже знак ЦСКА и форма сборной СССР. Это уголок Олимпиады 2018 года, где наша страна выиграла Олимпийское золото. Вот тут форма Олимпиады из России. Шайба Хёнчан финала. Это уголок Олимпиад 1988 и 1992 года. Наши тогда выиграли сразу две Олимпиады. И вот и майка Петисова. Тут тоже форма СССР. Фотко Харламова. И тогда наши в 1976 году в Венбурге выиграли Олимпиаду. Это форма Олимпийских чемпионов 1936 года. Как вы думаете, кто выиграл? Вы не поверите, но это форма в Великобритании. Это старая Олимпийская форма сборной Канады. Олимпиаду они выиграли в 1920 году, в 1924 году и в 1928 году. Две Олимпиады подряд. Вы тут видите игровые майки великих хоккейных державах. Таких как Марокко, Аргентина, Монголия и, конечно, Сингапур. Это майка Всеволода Боброва, в которой он играл на чемпионате мира 1954 года. Это был первый чемпионат для нашей спорты. И наши всех шокировали. И они выиграли финал у канадцев в 7-2, представляете? В первом чемпионате мира. Это майка Павла Буре, в которой он играл на чемпионате мира 1991 года. Это майка Владислава Третьяка. И тут есть даже династия нашей команды. То есть на Олимпийских играх и на чемпионате мира. Вот они много выиграли Олимпийских игр и чемпионатах мира. Есть два серебра и бронзы. Вообще много золота выиграли. Конечно, мы не могли бы пройти мимо уголка Суперсерии 1972 года. Тут клюшки, перчатки канадцев, формы, гифы, флаг СССР. Это тройной золотой клуб. Сюда входят игроки, которые выиграли Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. И последний игрок, который внесен в этот клуб, это Павел Датсу. Он в феврале этого года выиграл Олимпийские игры с нашей сборной. А в 2002-2008 он выиграл Кубок Стэнли с Детройтом. И в 2012 чемпионат мира со сборной России. Это уголок чемпионов Кубка Стэнли 2018 года. Тут клюшка Александра Обечкина, перчатки Никласа Бэкстрима, шлем Джея Бигла, коньки Мэтта Нисканина и форма тренера Барри Троцца. Представляете, это форум Монреаль Канадец 1937 года. Это перстни чемпионов с Кубка Стэнли. И каждый перстень обозначен командой. Вот вы видите, в 2012 выиграл Лос-Анджелес, и на перстне нарисована эмблема Лос-Анджелеса. И вот там тоже Лос-Анджелес, Питтсбург, Чикаго, Detroit Red Wings, Анахайм Дакс, Бостон Брюэль. Мы находимся в импровизированной раздевалке команды Монреаль Канаде. Это форма знаменитого хоккеиста Мариса Ришара. У него раньше был 15-й номер, но потом у него родилась девочка, она весила 9 фунтов, и он попросил тренера сменить 15-й номер на 9-й. И потом я расскажу про Мариса Ришар Троу. Посмотрите, какой клюшки играли в Канаде в середине 19-го века. Прям просто на прутьях похожи. Не так, как у нас сейчас современные. Вот такие клюшки делали раньше. Сегодня это 7-е, 2011. И это 135 лет назад до этого дня что это пакет был первым в Газетте Папе в Монтреал. Это почти как наневерсарию о хоккее паке. Вот здесь у нас есть пакет. Первый игрокер поиграл 500-гол. Это пакет поиграл 500-гол. Это пакет поиграл 500-гол. Здесь у нас есть пакет поигралу, что Углайн Грецкий. Он был там на англое муцаре 150-гол. Пакет поигралу приездом 100-гол синхо-хокке. Рекорд поигралу 80-гол. Это было бы не было бы дым, но их было бомбуро, но это было бы не было бы дымом Oct. Живем поигралу. Он был в sanding периода, который в третьем году обиграл 500-гол. Это Питтсбирг Пентвинс пакет. Грецкий игрокер поиграл на Питтсбирг и поигралу 11-монтретий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok